всем привет с вами движение голос и тренер инна корезина этот ролик отдельно для москвичей потому что пока только в москве введен электронный список избирателей сокращенно эйси в этом электронном списке содержатся данные всех избирателей москвы что позволяет голосовать не на своем избирательном участке по месту жительства а в любой произвольной точке москвы без каких-либо предварительных процедур открепительное удостоверение вообще упразднили система мобильный избиратель на наблюдательском сленге местонахи тоже отпадает никаких заявлений за три дня никаких реестров приписанных отписанных зеленая книга пятнистая книга ничего этого теперь не нужно список наблюдателей 1 избиратель приходит на любой участок где ему удобно система находит его определяет его место жительства соответственно какому участку он относится там же в системе определяется не голосовал ли он ранее не подавал ли заявку на голосование на дому в общем выясняется может ли он голосовать и если да система определяет как он может голосовать бумажным бюллетенем или электронно через терминал электронного голосования тег после того как выдан бюллетень или состоялось голосование по тег система блокирует возможность повторного голосования на другом участке если избиратель испортит бюллетень ему может быть выдан повторный о чем тоже делается отметка в эссе что об этом можно сказать повышает ли эссе возможность классификации или снижает ее это только инструмент честность выборов обеспечивают не инструменты а люди которые ими пользуются коррумпированный член комиссии все равно может выдать бюллетень карусельщику электронный список ему не помешает а кто помешает правильно независимый наблюдатель так что прежде чем разбирать всю нормативку давайте-ка начнем с понимания какие у нас тут полномочия это очень важно потому что в прошлом году многих наблюдателей ввели в заблуждение работа с электронным списком регулируется вот этим нормативным документом о порядке составления уточнения и использования списков избирателей на выборах мэра москвы и совмещенных с ними выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в городе москве назначенных на 10 сентября 2023 года приложение 4 называется обеспечение гласности в работе избирательных комиссий со списком избирателей она коротенькая давайте вместе его прочтем 4.1 члены избирательных комиссий и наблюдатели вправе ознакомиться со списком избирателей с электронной копией списка избирателей изготовлены в соответствии с пунктом 3.2.4 порядка с использованием СПОЭСИ на армпредседателя выписками из списка избирателей со списком избирателей избирательного участка образованного в месте временного пребывания избирателей составленным на бумажном носителе 4.2 в ходе голосования члены избирательных комиссий и наблюдатели при ознакомлении со списком избирателей могут убедиться в правильности внесения в него сведений об избирателях наличие записи об адресе места жительства избирателя соответствующего границам данного избирательного участка либо о наличии иных законных оснований для голосования избирателя на данном избирательном участке вы можете все смотреть в том числе личные данные избирателей все как всегда смотреть можно копировать нельзя далее 4.3 для ознакомления со списком избирателей наблюдатель вправе подойти к тому месту где располагаются автоматизированное рабочее место председателя автоматизированное рабочее место члена комиссии столы членов участковой комиссии выдающих избирательные бюллетени и работающих со списком избирателей и другими избирательными документами бла-бла-бла-бла-бла дочитывайте сами иными словами можно все можно заглядывать можно удостоверяться в подлинности вводимой информации в том числе по своему ли паспорту голосует то или иное лицо можно видеть глазами персональные данные их нельзя только копировать и передавать в электронном виде без согласия субъекта но этим занимаются не наблюдатели скрытый в 2019 году чат королевских фальсификаторов показал что этим занимаются сами комиссия копируют паспорта наблюдателей и передают в тик что является преступлением теперь подробнее о работе члена комиссии с электронным списком должна предварительно дать дисклеймер что буду пользоваться обучающими материалами для членов комиссии с правом решающего голоса вы должны понимать что это предварительные материалы картинки которые вы увидите не закреплены законом не канонизированы церковью и могут еще десять раз измениться не требуйте чтобы на участке все строго соответствовало изображениям они нужны просто для наглядности и чтобы понять саму суть суть заключается вот в чем помните я в прошлых курсах говорила что когда мы идем на надобное голосование мы берем бланки заявлений избиратель заполняет заявление и после этого получает бюллетень и вот это заявление представляет собой не что иное как строку списка избирателей лежащего на участке просто переформатированную на поверхность листа а4 вот все то же самое можно сказать и про эссе там вся та же информация что в бумажном списке избирателей включая возможность внести особые отметки просто переформатирована под работу на компьютере избиратель желающий проголосовать подходит к члену уик предъявляет паспорт его паспорт сканируется или же серию номер можно внести вручную это для того чтобы найти избирателя в общем списке скан паспорта в системе не остается если предъявлен другой документ избирателя ищут вручную по фио и дате рождения смотрите если данные избирателя вот такие красненькие значит они просто распознаны сканером но в системе не найдены при успешном поиске они даны вот таким черным шрифтом обратите внимание сканер распознал фамилию с ошибкой а система нашла настоящую фамилию данным паспорта должна соответствовать фамилия указанная черным шрифтом при успешном нахождении избирателя на экране появится его адрес наблюдатель тоже может его видеть если адрес избирателя относится к данному участку тогда он может голосовать и электронно и бумажным бюллетенем если же он с другого участка тогда только электронно если избиратель изъявил желание голосовать с помощником система дает возможность внести данные помощника член комиссии жмет вот эту кнопку и открывается форма внесения данных если данные избирателя надо изменить например у него изменился адрес он пишет заявление и член комиссии вносит необходимые данные все изменения вносится с дополнительным подтверждением с помощью кода яндекс ключа присвоенного члену комиссии после подтверждения личности если избиратель зарегистрировался в дек его регистрация там блокируется во избежание двойного голосования и так все прошло успешно система нашла избирателя она сама определяет как он может голосовать если можно и бумагой и электронно это будет отображено на экране избиратель сообщает о своем решении и тогда член комиссии переходит на соответствующую возможность если избиратель не с этого участка тогда открывается возможность только тега бывает и по-другому если избирателя не находят в списке избирателей а он предъявляет паспорт и мы видим что он относится к данному участку тогда он может голосовать но только бумажным бюллетенем надо добавить что возможность электронного голосования есть только у тех кто уже завел личный кабинет на портале мосрум а что же если его до сих пор нет тогда отобразится вот такое окно уточнение данных избирателем в соответствующее поле надо ввести номер телефона если избиратель когда-то регистрировался но не дорегистрировался может появиться вот такое окно можно продолжить без номера телефона для этого есть специальная кнопка не подозревайте здесь никакого подвоха если избиратель голосует электронно он должен расписаться специальным стилусом после этого пора переходить к тегу если избиратель голосует на бумажном бюллетене то тоже можно расписаться стилусом но есть возможность расписаться и на бумаге после нажатия этой кнопки распечатается бумажная выписка из книги избиратель расписывается на бумаге после чего член комиссии нажимает кнопку подпись получено выдать бюллетень такова процедура выдачи бюллетеня теперь о том какие еще могут быть неожиданности если в системе есть ошибки в данных избирателя его карточка найдена не будет тогда его надо внести в дополнительный список для этого избиратель подает заявление с указанием данных которые следует изменить получив заявление член комиссии жмет кнопку и вносит избирателя дополнительно если избиратель уже проголосовал система это отобразит если тег не сканирует паспорт избирателя тогда надо сформировать пин-код для ручного поиска в тег избиратель введет свои персональные данные и полученный пин-код помните что если к избирателю выехала группа надомного голосования а он в это время пришел на участок ему придется дождаться возвращения группы вот тут тоже самое система скажет что к избирателю направлена выездная группа избиратель может быть исключен из списка например если уехал из региона проведения выборов вот это пожалуй все что я готова вам рассказать в этом году смотрите прошлый курс он откорректирован и из него удалено все лишнее в соответствии с текущим моментом как всегда акцентирую что это лишь краткий курс то что я вам сегодня рассказала далеко не все презентацию материалы которые использованы в этом видео вы найдете в описании там будут и другие полезные материалы но это что я не могу не сказать преследование голоса и его участников незаконно свободу григорию мельканянсу